Материал, который я представляю, ну, то есть строго говоря, я тут когда год два с половиной написал, да, русский пионер, меня представляли как медиа-менеджер десятилетия. А тут я представляю как бы уже не медиа-менеджер десятилетия, наверное, руководитель проекта, гражданин-поэт. И вот у меня в руках человеческий документ, который опубликован в этом, значит, номере. Это произошло, значит, с участниками нашей группы гражданин-поэт, Петюни Тихонов. Там вообще, ну, в общем, как бы Камбоджа, педофилия и 15 лет в перспективе. Ну, есть хорошая новость, что педофилия была не мальчиковая, а натуральная. В посольство России в Камбодже, советнику президента РФ по культуре Эндрю Старгуеву, в комитете ГД РФ по международным делам, народному артисту СССР И.Д. Кобзону, телеведущим М. Леонтьеву и Вуласу Воловьеву, в совет по правам человека при президенте РФ, обмунсмену РФ Э. Памфиловой, от гражданина РФ Тихонова Петра Владимировича. Обращение. Дорогие соотечественники, я Тихонов Петр Владимирович, известный музыкант, аранжировщик и трубач группы Бригада С, Неприкасаемых, Любе, Браво, лауреат государственных премий, это, по-моему, вранье, гражданин России, это не вранье, обращаюсь к вам из Камбоджийского заключения, где я нахожусь под следствием. Ситуация невероятно сложная, поскольку я попал в ловушку. Профессионально расставленную на наивных иностранцев. Сразу оговорюсь, что я абсолютно уверен, что ситуация срежиссирована и не без причин. Дело в том, что со мной в одной камере находится гражданин Австралии, мистер Тревер Лейк, арестованный по аналогичному доносу той же самой гражданке Камбоджи Сон Ли, что и я. Схема мошенников проста. Гражданка Сон Ли, представляясь совершенно летней, вступает в любовную связь с иностранцем, а затем его арестовывает полиция и, утверждая, что Сон Ли 16 лет, сажает иностранца в тюрьму. А потом намекает на возможный выкуп невероятной величины. Кстати, мы даже не можем проверить, действительно ли ей 16 лет, поскольку у меня нет профессионального адвоката и переводчика. Поверьте мне, я думал, что у меня любовь с прекрасной девушкой, даже думал на ней жениться. К слову, у нее были ключи от моей квартиры, чем она и воспользовалась. Сначала пригласив своих подруг в мое жилище на вечеринку, без моего разрешения, а потом сообщив полиции об этом факте. Статьи, которые мне инкриминируют, звучат совершенно дико. На основании фото гражданки Сон Ли, стоящей в закрытом купальнике, мне инкриминируют изготовление детской порнографии. Вытверждают, что это деяние, которое я не совершал, карается до 15 лет заключения. Кстати, это вообще не шутка, то, что я читаю. Я же сказал, что это очень циничный вообще формат. Пионерские чтения. Кстати, вот пионерки там, Колесников, понимаешь, да? Внимательно читают. То есть слушай внимательно. Фото это видели все мои знакомые. В закрытом купальнике. Фото это видели все мои знакомые. Хором сказали, да это бред собачий. Взрослая баба стоит в закрытом купальнике. Тут надо невероятной фантазией обладать, чтобы усмотреть в этом детское порно. Да, я полностью осознаю, что фактически я совершил проступок, и крайне раскаиваюсь в этом. Но я настаиваю на проведении справедливого судебного разбирательства. К сожалению, лишенный адвоката и переводчика, я совершенно беззащитен перед произволом местной полиции. Я даже не понимаю точно, какие именно статьи мне инкриминируют. Дорогие соотечественники, помогите, пожалуйста. Сижу, сгнию за решеткой в чужой стране, даже не понимая толком, за что меня арестовали. В Камбодже, в городе Сиамрип, я живу уже несколько лет. Играю концерты, русскую и камбоджийскую музыку. Создал несколько музыкальных групп. Преподаю в музыкальной школе. Успешно пропагандирую русскую культу. Играю на благотворительных концертах, которые открывает местный губернатор. Прошу. Первое. Помощи в обеспечении меня профессиональным адвокатом и переводчиком. Второе. А также правовой литературой, уголовными и уголовно-процессуальными кодексами Королевства Камбоджи. Желательно с пояснениями и комментариями. Можно на английском. Владею свободно. Международными обязательствами Камбоджи в правовой сфере. Третье. Русско-англо-к мерзким словарем. Помощи в доступе к российской периодической прессе. Но это мы с Колесниковым осуществили. Ну и, наконец, духовной поддержки православного священника. Храни нас всех, Бог. Сиамрип, тюрьма 12.01.15. Ну, я... Я повторяю. Дам еще в журнале на 128-й странице будет рассказ. Петя, он более свежий. Он уже, по-моему, такой, на начало февраля. Прямо буквально с тюремных в Нар. Вот. Из него там видно, что Петя как-то держится там. Проводит благотворительный концерт. Наверное. Вот. Но, тем не менее, тут что сказать. Если у кого есть какие-нибудь эти словари или уголовные кодексы Камбоджи, то вы всегда можете написать в русский пионер, обратиться. Ну, мы, как мы, будем вам всем очень благодарны. А у нас из общих знакомых, кроме, кстати сказать, Полонского, никто и не связывался. А Полонскому сейчас самому не сладко. Вот. Такая вот история. Извините, если что не так. Полонскому... Почему Полонскому не сладко? Я не очень понимаю. Как раз мне кажется, что... Не все... Вот я не верю, что все... У наших колумнистов так не бывает. А он все-таки наш неоднократный колумнист. Я думаю, что он как раз мог бы рассказать, как выходить из камбоджийской тюрьмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok